всем доброе утро сегодня у нас с вами будет тема про запах на изделии я специально надела такое платье как раз таки с запахом чтобы мы с вами могли рассмотреть разные случаи давайте подождем пока соберутся все кто хотел сегодня присутствовать и что мы будем сегодня обсуждать как даже не как смоделировать от чего зависит вырез длина выреза на изделиях на запахе на плечевых изделиях на запахе и от чего здесь образовывается вторая тема будет от чего здесь образовывается у нас такой пространство чтобы видно немножко грудь сбоку давайте все присоединяемся и скажите пожалуйста поставьте плюсики если меня хорошо слышно если слышно хорошо и видно хорошо тогда мы с вами начнем вспоминаем пока присоединяются девочки кто уже присоединился вспоминаем какие у вас изделия на запахе были вашей жизни так плюсик уже вижу значит уже должно быть все неплохо до плюсики все стоят молодцы хорошо что у нас связь хорошие давайте сразу определимся что запах на разных изделиях должен рисоваться чертица проектироваться по-разному да я думаю что вы все следили и многие сейчас у нас на марафоне где мы как раз таки шьем платье на запахе почему вообще возникла идея рассказать вам про это как мне казалось что это такая простая тема да как оказывается что лучше они поговорить не все понимают что модель чаще всего не чаще всего иногда лучше мы скажем иногда модель диктует сама модель какой например вот на сарафане будет вырез на изделие если вы хотите чтобы вырез был очень очень и очень а в принципе высокий чтобы закрывал складочку на груди вот на сарафане это практически невозможно сейчас мы разберем почему чему сарафан разберем потом мы платье разберем или кофточку да на запахе и что делать вот с этим местом обратите кстати внимание но мы когда-то платье дойдем видите как я здесь в своем запахе на платье подшила такую планочку чтобы хоть чуть-чуть повыше был вырез потому что здесь продиктована сейчас мы с вами разберем продиктована эта длина выреза глубина выреза до от еремной впадины она продиктована самой моделью там уже ничего не сделать так все 36 человек пока но думаю что в записи многие посмотрят потому что понедельник утро понедельник день давайте начнем смотрите сарафан вспоминаемся сарафан который мы проектируем сейчас не проектируем мы сейчас шьем на марафоне что такое сарафан у сарафана есть завязочки правильно ну или даже пусть они будут не завязочки а все но какие-то лямки есть и кстати сейчас вы вместе со мной наверно кто не умеет рассуждать и моделировать перекладывать на плоскостной чертеж какую-то объемную выкройку и фасончик вы как раз сейчас тоже немножко со мной этому поучитесь давайте с простого начнем вот сарафан лямки у сарафана или завязки у сарафана должны прикрывать наши лямочки на бюстгальтере все согласны можно чуть погромче если возможно девочки всем плохо слышно вот я когда говорю вроде как плюсики наставили мне казалось я хорошо говорю ну скажите всем плохо слышно или все-таки нормально можно продолжать и пока вы пишете давайте представим и у каждый сейчас из вас скорее всего я думаю сидит перед экраном в бюстгальтере до тихо отлично слышно девочки может быть вам прибавить звук у кого тихо прибавьте звук на полную мощность хорошо потому что я говорю в принципе вообще не тихо если я буду громче говорить я буду кричать тогда у меня голос нормальный выработанная преподаю с 2003 года прибавьте пожалуйста звук у кого у нас на ваших телефонах у кого плохо слышно потому что большинство пишет что слышно отлично значит все сидим мы все с вами девочки бюстгальтеров если есть мальчики то ссори понятно что есть дизайнеры мужчины но хотя бы как-то представляете да пощупайте пожалуйста себя за эти лямочки пощупали себя за лямочку наша задача например сарафане бретелей пришли прикрыть нашу лямку на бюстгальтере правильно вот я щупаю меня здесь значит мы должны увести с вами здесь контур верха чашечки к этой лямочки как это сделать потрогали себя за лямочку нашли центр груди свой вот я пальцем встала что такое центр груди кто у нас совсем новичок это сосок то есть центр груди нашли нашли лямку и видим насколько лямка удалена вот если здесь вертикаль кину да вот вертикаль кину то я увижу что лямка уведена но два сантиметра минимум а так лучше бы два с половиной и увести в сторону все так сделали у кого сколько от соска до лямки пишем я пока пойду дальше делать что мы будем делать у нас на выкройке вот пожалуйста я обвела свой свою базовую основу на доску и вот у нас центр груди то есть это и сосок нижней линии пока не смотрите это сейчас мы о них попозже немножко поговорим я на работе мысленно все щупаю а вы тихонечко вот и смотрите вот сосок так красненький мы будем не рисовать если я поднимусь по вертикали да и можно кстати сразу если уже мы сейчас о проектировании говорим посмотреть сколько сантиметров на сколько сантиметров я хочу чтобы лямка была высоко над уровнем соска щупаю себя за бюстгальтер то что обязательно сарафаном должен быть прикрыт бюстгальтер правильно делаю чуть выше кстати на такое платье классное сейчас надета можно по этим вот сотом смотреть это это горизонталь конечно это сантиметровая лента лучше измерять вот у меня получилось сейчас на 13 сантиметров лямка должна начинаться выше чем сосок правильно поэтому отмеряю 13 это в натуральную величину у меня здесь выкройка обведена 13 сантиметров поднимаюсь вертикально и что я дальше должна сделать я должна в сторону отступить два сантиметра даже два с половиной лучше давайте 22 сантиметра то есть здесь у меня центр для пришивания лямочки сколько будет лямка сантиметров определяетесь по модели предположим два сантиметра по моему на сарафане два сантиметра значит я должна сантиметр в одну сторону отложить от центра лямочки да и сантиметр в другую нарисовать где будет пришиваться лямка вот здесь будет пришиваться лямка девочки а всем понятно почему именно туда я увела лямочку кто присоединился в со сначала это чтобы наш сарафан не платье как сейчас нам не мог платье чуть попозже к наш сарафан прикрыл полностью без галтер и потом лямка пошла прикрывая нашу бретель на бюстгалтере кстати мы ее уже можем красным нарисовать вот это наша лямка дальше что мы должны сделать здесь понятно что вы начинаете вырисовывать пройму чтобы ее нормально вырезать нужно от центра груди померить на вытачке если у вас вы . также спроектирована одиннадцать с половиной здесь одиннадцать с половиной это когда вы . закроется чтобы все нормально было и занизить пройму саму мы сейчас за пройме особо не разговариваем понятно что из прибавку за но это все не то мы о о запахе сейчас разговариваем так вот у нас как бы пройма на сарафане получилось пройма у нас есть уступ куда мы будем втачивать лямку может быть любой ширины вы смотрите на фотографию на эскиз и делаете все по эскизу сейчас мы придумали что у нас будет ширина лямки якобы два сантиметра поэтому я нарисовала два сантиметра и теперь нужно нарисовать запах и вот здесь мы пошли рассуждать о запахе смотрите вот я надела специально платье на этом платье всем меня видно на этом платье я пришила здесь кнопку это платье не самошита здесь я его немножко я купила его распродажи конечно же и добавила сюда планку из поясочка сделала вот эту планочку да и пришила кнопку вот я кнопку убираю считайте здесь у меня еще планка есть то есть я убрала кнопку то есть вот и подвигалась вот такой у меня запах получился что здесь как бы ну так не хило видно грудь да вот это еще моя планка если мою планку убрать вот я планку убрала то грудь сами понимаете как ее видно так вот смотрите даже если очень сильно захотеть в моем случае и сантиметровую ленту этот приготовила и сделать запах не вот к этой точке ведь это уже вот он отсоединяется не вот сюда а вы скажете а сделать запах подальше предположим что я делаю запах подальше на выкройке и вот так вот будет проходить полочка но что будет происходить если посмотреть что здесь здесь тоже вот он принципе то спроектирован нормально на грудь он будет все равно уходить под грудь то есть вот так запах если он не пришит он лежать на груди не будет он будет соскальцевать под грудь и здесь такая закономерность чем больше размер груди тем охотачка аж вылезла чем больше размер груди тем ниже будет вырез у запаха потому что как бы вы не проектировали этот запах будет падать под грудь огибать грудь и уходить даже если вы до бокового шва запах сделаете даже если до бокового шва он цену свалится под грудь это в изделиях можно застегнуть назад это в изделиях так вы ну не плотно облегающих а которые как бы хоть как-то по фигуре с прибавкой конечно но хоть как-то по фигуре и давайте потом обсудим когда есть возможность как бы делать запахи по посильнее но сейчас мы пока вот будем разговаривать о запахе на сарафане например и что я здесь нарисовала вот это черное я нарисовала свою грудь то есть я поверила сколько у меня центра груди под грудь сколько сюда сколько сюда и нарисовала свою грудь то есть вот я вычертила свою грудь я понимаю что если запах начну девочки рисовать вот так его можно нарисовать это ничего страшного вот даже до талии вот так я нарисую запах ведь он где проходит на груди а вам видно вот видите на груди проходит запах то есть так спроектировать можно но будьте готовы что он в этом случае свалится но я уже застегнулась давайте я расстегну все-таки свалится все но под грудь и здесь будут за ломчики под грудью вот вот здесь за ломчики потому что вот эта ткань которая спроектирована вот так на груди лежать она свалилась под грудь и здесь за ломчики образовались что хочу сказать чем меньше грудь тем сильнее будет запах запахиваться вот на центре полочки понимаете то есть когда мы имеем хорошую нормальную грудь у меня кстати вот она есть такая ну не маленькая c я покупаю когда есть хорошая грудь будьте готовы что вот придется с этим как-то бороться это мы говорим не об отставании вот здесь не о пузыре который может образоваться вот здесь такие вот пузыри образовываются а в принципе о вот этом вот этом вырезе так и если я по модели не хочу чтобы у меня здесь складки образовывались то я значит должна нарисовать этот запах так ну чтобы он минимально касался груди то есть вот досюда предположим немножко на доске неудобно хотя мне с линейка большая но она такая плоская и тут просто уроню так вот прикладываем прикладываем и здесь дальше пошло вот это место это талия девочки дальше пошло место вот где этот запах именно будет то что когда он совсем сбоку тоже неудобно очень интересно то какой эффект от этого запаха да если он сбоку так легче юбку пришить и здесь все все сточное сделать и будет эффект только запаха с отрезной поталии здесь все прям пришить и будет эффект запаха но уже на выкройке девочки конструктор в таком случае видит что когда человек наденет этот вариант то немножко здесь будут заломки потому что видите сыр но немножко я зашла на грудь но зато вот пересечения у нас же точно такая же будет и левая деталь у них пересечения будет вот на середине полочки будет хотя бы чуть-чуть как-то повыше где она будет смотрите она все равно пересечения полочек получилось видите . почти на уровне соска то есть вот у меня сейчас даже выше вот сосок вот на так и получается вот если бы я планку не пришила вот если бы я планку это не пришила вот я убираю планку пришитую то получается да пересечения прямо на уровне соска видите вот сосок вот пересечения все по-другому не сделать девочки вот с этим вариантом вам понятно почему на модель диктует до куда у нас будет здесь вырез а не мы как хотим хочу до сюда ну если я так вот начну делать мне придется вот так вести запах вот вот так вот вести понимаете через центр груди во первых так некрасиво что вот здесь он был а во вторых если он никак не закреплен он свалится туда под грудь ой делаем вывод что девочки которые не большая грудь у них может быть и выше запаха и будет держаться какой второй вариант вы пока отвечайте на вопрос пожалуйста вам понятны вот это вот закономерность скажем так второй вариант вот я хотела про него сказать это в изделиях не по фигуре то есть если бы это было прямое изделие у нас не было бы такого прилегания в районе груди и тогда запах мог бы из причем из не жидких не сопливых тканей а из такой как лен хлопок в общем из таких сухих более ткани которые форму держат ну понятно что из теплых тканей как костюмка то он может вполне держаться хоть и вот до сюда сделать он вполне может держаться и на в районе груди в районе центра потому что здесь нет прилегания и ничего под грудь не падает то что он не облегает просто это платье не облегает грудь платье рубашка или еще что-то вот вам задание кто хочет разобраться вопросе мало послушать наберите в поисковике google платье на запахе и нажмите когда вам выйдет там все это картинки и вам вы тут много много разных картинок именно платьев на запахе и проанализируйте проанализируйте фотографии когда на моделях высокие вот этот вырез а когда он глубокий от чего это зависит глазом смотрите я вчера все вы проанализировала вот эти все варианты что во первых понятно что когда снимают катал каталоге даже на той фотографии которую я прикрепила для этого вебинара это не мое платье это я взяла из интернета видно что здесь прямо скреплено здесь в районе груди скреплено потому что здесь так на тяжечку а дальше так свободно идет и видно прямо что там зацеплено да чтобы здесь не разъезжалось вот вы на это внимание обращайте может быть там и зацепили где-то потом какой силуэт у изделия если высокий запах обратите внимание что скорее всего силуэт не приталеный и какого раз какой какого размера грудь у модели ну вы все знаете сейчас только вот пошло тенденция бодипозитив да что нормальные фигуры ну и девочки кто как говорится в модельной внешности тоже не бежать но это как бы не эталон эталон фигура это когда талия бедра грудь таких женственных форм это считается средняя фигура эталон да а если вдруг модельная внешность когда груди нет высокий талии особо нет это наоборот отбивается от талона эта фигура и вот вы обращаете внимание вы скажете ну вот девочка если хотите пришлите в директ если вы найдете фотографию где и вырез высокий и грудь есть это и приталенное платье и вдруг у вас там возник какой-то вопрос и вам очень интересно пришлите в директ я отвечу мы разберем с вами эту фотографию чтобы развить ваше мышление понимаете так вот мы нарисовали запах девочки кто у меня сейчас очень много на марафоне 500 у меня человек сейчас на марафоне и кто присылает и говорят ой какой вырез низкий как бы мы с вами не хотели его сюда выграть а можно я запахну посильнее но вы запахнете посильнее у вас все равно все свалится или делайте тогда здесь пошире в талии чтобы не облегала вот здесь ничего нигде не облегала и и все равно придется кнопочку ставить потому что ну все равно свалится если грудь есть да вот второй вариант когда можно сократить вот этот вырез даже вот сейчас понимаете вот или отсюда вести запах или вот как у меня отсюда вести запах то есть на платьях можно же не совсем к шее конечно вот если бы к шее сделать то было бы как у меня с планочкой запах но не красиво же так будет совсем закрыто то есть чем ближе вы приводите точку к шее тем выше вы можете сделать запах но высокий конечно не будет опять же еще раз повторяю что под грудь падает но чем ближе вы делаете горловину и начинаете пересечение этих полочек тем чуть чуть выше вы можете опять же сделать высоту выреза вашего давайте посмотрим этот вариант вот предположим отступили два сантиметра и ведем например куда-нибудь сюда не самой интересной начертила так сейчас посмотрим так отсюда и вот сюда вот смотрите повыше видите как стал повыше немножко конечно но стал повыше длина выреза сейчас я нарисую а я когда-нибудь проглочу это колпачок если девочки в эфире проглочу колпачок звоните скорую помощь так и и соединяю соединяю это видите видели под линейку провела сантиметровая лента она же такая вот и у нас сейчас в этом случае когда от основания шеи отодвинута на два сантиметра два с половиной часа посмотрите насколько я отодвинула на два с половиной сантиметра отодвинула и сделала запах но я опять же не могу его увести с моей грудью не могу сюда увести отсюда точно не могу сюда усилить то что вообще на груди окажется да этот запах будет сваливаться будут заломы я привела немножко ближе к середине полочки соединила и запах поднялся выше чем сосок на три с половиной сантиметра это достаточно нормальное расстояние для платья правильно поднялся на три с половиной сантиметра так девочки давайте еще раз посмотрим видите два разных запаха нарисовано есть какие-то вопросы по этой теме может быть какие-то ваши умозаключения может быть сейчас какие-то профессионалы сидят и что-то скажут нам мы с вами это обсудим может быть придем какому-то другому мнению пишите пожалуйста все ли понятно и вот о теме глубины выреза мы отойдем и будем говорить тогда пузыре который здесь образовывается так нет я надеюсь что нет это нет вопросов ольга пишет пишем 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 я хочу с вами обратную связь мне так скучно просто на телефон смотреть стоять я хочу чтобы вы тоже думали чтобы вы работали я свое отдумала девочки я уже хочу чтобы вы думали пишем пишем отставание конечно секунд пять шесть но пока только оля у нас понятно так пока я жду пока вы пишете вот больше не вижу никаких пока сообщений приходите к нам кто хочет так вот научиться проектировать одежду любую вот увидели фотографию и все и вам нет разницы вы возьмете и повторите эту модель начала рассказать сообщения пошли приходите к нам или на летний интенсив кто умеет уже шить приходите на летний интенсив там мы за три месяца проходим правда шестимесячную программу но это сделано для того кто хочет сэкономить деньги там пятьдесят процентов скидка правда оплата полностью сразу потому что это акция мы сразу ко всем месяцам открываем доступ и вы там за три месяца научитесь абсолютно все проектировать от трусиков головных убор это пальто шубы вообще без разницы капюшоны все что угодно нет только перчаток и нет только носок все остальное мы там изучаем и проходим и трикотаж и бюстгальтеры и вот ну все платье все увидели сделали кто так быстро не может информацию изучать то с сентября у нас будут группы уже которые как обычно конструкторы учатся шесть месяцев те кто умеет шить они умеют строить выкройки или хочешь научиться моему методу сок построению выкройка это интеллектуальное построение выкройка когда мы понимаем что мы делаем то есть я так позиционирую свой метод и также девятимесячная группа сентября стартует где мы и строить вся та же программа конструирования плюс еще мы все шьем с девочками с ноля то есть кто совсем не умеет шить или кто плохо умеет шить или кто только начал шить тем надо идти в группу девятимесячную где мы будем 9 месяцев с конца сентября изучать эту тему вот а кто девочки уверен в своих силах хочет сэкономить то на летний интенсив с 1 июня мы начинаем так вот давайте пошли сообщения теперь стало понятно почему никак не могу найти сарафан запахом и прикрытой грудью да видите это технически невозможно это невозможно технически все понятно молодцы понятно ой а что то вопросы здесь какие то да о смотрите какая новая функция большое спасибо все понятно плюсики кто то вопросами отправляет выберите вопрос чтобы он появился на экране увидели у зрителя давайте вот так вот о какая интересная функция в этом случае запах станет меньше и нижняя часть впахиваться видна нога ну да запах станет меньше то есть вы тоже на это обращайте внимание насколько вам запах там нужен и вот смотрите сейчас на экране да в этом случае то есть во втором случае когда у нас вот такое платье запах конечно же становится меньше когда мы ходим может там что то нам у нас как вылез на юбке видна нога быть если мы приводим дальше так 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 сейчас кнопку если мы запах хотим все-таки дальше тогда можно спроектировать вот так вот делать ее не под линейку а лекальную и уводить лекальную куда вам нужно понимаете вот кстати хороший вопрос молодцы спрашивайте девочки а то же мне кажется что вообще всем все понятно так зеленого фломастера не вижу ладно синим нарисую то есть вот таким образом делая не под линейку запах а лекальный мы можем уйти на желаемый запах на юбке вот на желаемый запах на юбке насколько вы хотите чтобы ваш запах сейчас я вопрос уберу спасибо большое за вопрос очень интересный так поднимусь вот где запах на юбке то есть я его сейчас нарисовала в первом случае так что он близко к центру можно вполне уйти и подальше просто сделав лекальный вырез с лекальным вырезом будьте аккуратны оттенок он растягивается вот это у нас все проклеиваете припосаживайте когда проклеиваете этот вырез срез даже и еще припосаживайте девочки как припосаживать даже можно очень просто припосаживать когда вы шьете Если класть изделие снизу, а обтачку сверху, и когда вы шьете, зубчики, которые продвигают ткань, чуть-чуть припосаживают изделие, которое лежит на зубчиках. А если на зубчиках лежит изделие, а не обтачка, то оно еще немножко припосаживается. Вот, кстати, мы плавно перешли к теме. Так, вопрос один ответила. Винтом. Ну, винтом вы, может быть, имели в виду, как я сейчас нарисовала, скорее всего. Большое спасибо, все понятно. Девочки, смотрите, какая интересная штука. Можете вопросы задавать. Я тут, оказывается, могу увидеть, когда вы вопросик задали. Так, и вот мы плавно подошли к этой теме. Что делать, если у нас здесь большое отставание по линии груди? Давайте я покажу на себе, как. Вот так, видите? Бывает вот такое отставание по линии груди. Почему такое происходит? Опять же, девочки, если встречаетесь с каким-то вопросом, все очень просто. Это простые вещи, над которыми нужно подумать. Если мы делаем просто платье, оно у нас идет вот здесь. То есть, никуда не падает, оно лежит на нашей груди. Запах лежит между грудью. Между грудью, вот мы-то спроектировали как будто по груди, а запах должен лежать между грудью. И вот этот вот излишек, чтобы он упал между грудью и прилег туда, что у нас получается? У нас получается еще на этапе конструирования нужно забрать эту выточку и куда-то ее унести, эту выточку. Правильно? Всем понятно, от чего здесь происходит вот такая ерунда? Чем больше будет грудь, тем больше будет вот это вот отставание, потому что мы же ничего не делали. У нас как бы, если мы возьмем прямой лист или на крахмальную ткань и просто платье, не запах и положим на грудь, будет все хорошо. Но если это он запах, он хочет туда провалиться, между грудей хочет провалиться, от чего проваливаться, если здесь вот эта ткань лишняя, которая от соска до соска у нас есть. Понятно вот про излишек? Про излишек вот этот понятно, от чего он происходит? Так, опять куда-то не туда зашла. Вроде понятно пишет. Вогнутым. Так, а сам, давайте про вогнутый напомните, если я сейчас забуду. Я просто не понимаю, что такое вогнутый. В какую сторону он вогнутый? Вырез, про вырез девочка спрашивала. У меня 54-56 размер, на меня сколько метров уйдет, девочки? Ну, надо смотреть по модели, раскладывать детальки. Смотрите, есть масштабная линейка. Постройте. Масштабная линейка, если совсем ничего не умеете, да? В плане масштабной линейки, маленькие детальки, и проскладывайте на масштабной ткани. И вы сразу увидите, сколько у вас уходит. А так померьте, сколько у вас на запахе. Проходите в ширину ткани, не проходите. То есть, это отдельная тема, девочки, про раскладку ткани. У нас не хватит просто времени, если мы будем отвлекаться на другие темы. Сегодня у нас про запах. Так, все понятно, все понятно. В линию талии, например. Что в линию талии? Девочки, формируйте свой вопрос в одном сообщении. Потому что вот сейчас в линию талии, например, не понимаю, о чем опять речь. В одном сообщении полностью формулировка всего вопроса. Хорошо? Чтобы вы понимали, о чем идет речь. Так вот, что нужно сделать? Когда грудь не маленькая, можно разрезать выкройку до центра груди. Вот ножнички рисую. Разрезать выкройку до центра груди. И здесь наложить выкройку друг на друга. Но это зависит опять от объема груди. Это, конечно, все с опытом приходит. Но я могу вам сказать, что если грудь маленькая, то здесь достаточно выкройку наложить друг друга на сантиметр. Если где-то второй размер груди, то выкройку на полтора сантиметра друг на друга. То есть убрать полтора сантиметра из длины этого среза нужно. То есть разрезали и наложили выкройку. У вас еще больше откроется вот эта просто выточка. Можно немножко, если выточка есть здесь. То есть здесь чуть-чуть раздвинется, здесь чуть-чуть раздвинется. Ну, лучше, конечно, в нагрудную уводить, да? Вот, полтора сантиметра, давайте уже писать не буду, все у вас наоборот пишется. Полтора сантиметра это где-то B размер груди, если C, то уже сантиметра 2 убирать. И так далее. Примерно так и получается, что по полсантиметра на каждый размер груди. Вот. Что еще? На примерке еще посмотрите. И если вдруг на примерке все еще у вас будет здесь немножко подтопыривать, то, что все равно, груди у всех разные, без галтер формы разные, может он у вас острый прям, может быть круглый, то есть тоже от этого зависит, тогда просто на примерке уже вы и так здесь убрали, и так уже прилегание есть, понятно, девочки? Давайте сначала вот об этом поговорим. Понятно, как здесь убрать излишек? Вы берете выкройку, разрезали и наложили. Я сейчас не могу ничего разрезать. Вот разрезали, вот разрезали и наложили друг друга на сильнее. То есть если этот срез, давайте так, был 50 сантиметров, то когда вы выточку наложили, вот эту детальку немножко сюда увели, здесь открылось, а здесь закрылось, нахлест получился выкройки саму на себя, то стало, если полтора убираем, 50, а 48 с половиной. Понимаете, что это такое? Давайте-ка я посмотрю, может быть, вы что-то пишете. Пока ничего не пишете. Вам понятно? Вот, если вдруг у вас все равно здесь какое-то отставание, давайте я вам даже не на выкройке сначала покажу, а здесь, можно подтянуть вот в этот срез, то есть как бы сократить линию еще снизу, именно кончик нашего запаха. Вот сейчас-то у меня все нормально, но предположим, что у меня есть отставание, я возьму вот так еще подтяну. Как подтянуть вот это? Ну, это уже не сильно, да? Там чуть-чуть, если это сделать, просто завышаете, предположим, на, ну, сантиметр, на полтора, и аккуратно вы должны прийти к середине полочки уже на нет. То, что середина полочки нас устраивает, нас не устраивает длина именно выреза. Вот, взяла и завысила от талии, понимаете? Но только, пожалуйста, товарищи новички, у новичков в жизни все просто. Я им завидую. Они начинают все обрезать, берите, куда-то убирать. А, вот еще на марафоне я тут заметила, что-то не так. Они взяли, хватит, вот так все выкройку, вот так подняли. Говорят, а мне так запах нравится. Все ушло, центр выточки ушел, все ушло. Не важно, что сейчас нас вырез устраивает, а все остальное вообще уже не с этой фигуры. То есть, и к чему я начала говорить? А, и вот, новички, когда вы, здесь ведь может еще вот это вот образоваться, если вы начнете растягивать этот срез, он по косой у нас, растягивать этот срез, перетягивать. Вы его когда выкроили, вы его прям сложите, вы его прямо косой бей, как-то, господи, долевиком, который я вам в марафоне рассказываю, прямо ткань припосаживайте, чтобы она еще так присобралась немножко, а не растянулась, когда вы ее расклеите, понимаете? Это такое, конечно, дело, ее надо так вот складывать, складывать, чтобы она, конечно, не волной лежала, но чтобы она кучненько так лежала, положили клеевую, приклеили, то есть это припосадка называется. Когда шьем, я уже говорила, еще на машине делаем припосадку, то есть стараемся припосадить этот срез, то есть чем меньше у нас будет по краю, тем лучше будет прилегание между грудей. Вот, в принципе, и все. Два основных вопроса. Это глубина выреза и почему здесь у нас образовывается вот такая вот складина. Никто, как говорится, не запрещает здесь, конечно, еще сделать вот такую кнопочку, потому что даже когда у меня здесь я пришила планочку, вроде как все устраивает, при движении все равно, давайте еще раз, при движении все равно, видите как. Ну, хотя вот летом и ничего, я просто его ношу обычно зимой, а зимой как-то слишком. Вот сейчас вроде смотрю и ничего. Вот вопрос, как обрабатывать вырез, чтобы не прилегало, не топырилось? Я сейчас буквально на него ответила с помощью припосадки. С помощью припосадки. Все, давайте финальные вопросы. Все ли вам понятно по этой теме? Пока жду ваши вопросы. Еще раз напомню, что у нас с 1 июня стартует, господи, все, девочки, интенсив летний. Почему интенсив? Потому что интенсивно за 3 месяца мы проходим все 6, именно в конструировании. Туда не могут эти девочки, которые не умеют шить. Обязательно надо хоть как-то уметь шить. Можно не супер-пупер, но вы должны разбираться, что такое полочка, что такое выточка и так далее. А кто шить не умеет, приходите к нам в конце сентября. Нет, вы приходите раньше, мы группы гораздо раньше, гораздо раньше группы формируем. А с конца сентября мы уже стартуем. Там 6 месяцев мы будем проходить программу конструирования. Кто уже умеет шить, а кто шить не умеет, на целых 9 месяцев мы с вами будем вместе. А также, давайте пока время есть, я хорошую новость скажу. У нас и так всегда курс дизайна есть. Всегда он раз в год набор, опять же, так же в конце сентября стартует. Так я этим летом полностью буду перезаписывать и обновлять курс дизайна. Ну, вы все это увидите. Понимаете, что я выкладываю всегда в нашей группе? Ну, что я чем занимаюсь каждый день, то и выкладываю. Начну сейчас перезаписывать курс дизайна, у меня посты будут все, ну, не все, конечно, но большинство про дизайн. То, чем я живу на данный момент, тем я с вами и делюсь. Все понятно, спасибо. Как обрабатывать изнанку? Это уже шитье, это уже не конструирование. Так вот на пальцах это не, во-первых, не объяснишь, а во-вторых, это зависит от модели. Там разные варианты могут быть обработки. Девочка одна плачет, потому что на арабском пишет, ничего не понимает. Вывод, учи русский. Вот. Так, так, так. Ну, особых вопросов нет. Все, девочки, вопросов, если нет, вы пишите, вопросов нет. Спасибо вам, спасибо, что вы приходите на мои эфиры. Я очень хочу, чтобы вы научились обязательно рассуждать. Я на каждом эфире это буду говорить. Если вы умеете думать и рассуждать, тогда мы можем, случится у нас тут катастрофа на земле, мы можем взять быстренько, подумать, как нам построить космический самолет и улететь отсюда. Главное думать. Это в любом, любой, любой профессии, вообще в любой, не только в нашей, а в нашей тем более. Спасибо большое вам, девочки, спасибо. Люди начинают отключаться. Спасибо за эфир. О, кстати, хорошо, что напомнили, сохранить эфир. Я сейчас попытаюсь, у меня иногда не получается. О, здесь какой-то вопрос, девочки, появился. Сейчас, минуточку. Я попытаюсь эфир сохранить. Хорошо, что напомнили, спасибо. Есть какие-то особенности построения для фигур с опущенной грудью и сутулы. С опущенной грудью нет, у вас просто, понимаете, сосок. Вы же, когда у вас базовая основа, вы же базовую основу строите на данную фигуру, у вас просто сразу центр груди будет на том месте, где у фигуры сосок. Низкая грудь, вы начнете ориентироваться на тот сосок, центр груди. Причем, говорю, сосок, некоторые не понимают, что такое центр груди. Думают, ну, где-то в районе груди. Нет, это конкретный сосок. Вы просто на ту низкую грудь начинаете ориентироваться. А вот сутулые фигуры, даже я сейчас, вот второй вопрос, да, на самом деле для опущенной грудью я сказала, для сутулых. Уберу вопрос, я себя не вижу. Вот я даже такая, и вот я, хоп, такая сутулилась. Видите, что опять происходит? Расстегнусь. Опять происходит это самое. Но в то же время, когда человек сутулый, если вы правильно строите, если вы правильно строите основу, вот, например, если вы методом сок моим пользуетесь, у вас вот эти все мерки дадут уже вот эту вот линию меньше, понимаете? Потому что здесь вот высота будет меньше. Я даже говорила так начала. Высота будет меньше, здесь косая будет меньше. То есть, сутулость – это не порог. Это нормально. Мы, когда строим методом сок, нам без разницы, опять же, какая перед нами фигура. Мы просто смотрим на объект. Мы не говорим «мужская фигура», мы не говорим такого. Некоторые говорят, а мужские фигуры будем проходить, а детские фигуры будем проходить, а сутулые фигуры… Мы, девочки, не детские проходим, не взрослые, не сутулые. Мы проходим, мы видим объект. Наша задача. Перед нами объект, какой бы он ни был, мы на него смотрим, снимаем мерки. И начинаем его объем раскладывать на плоскости. Если у него здесь мерка такая, то все, он сутулился, что сутуло. Здесь сокращается мерка, там увеличивается. То есть, или вот так вот, или вот так, на 3-4 сантиметра. Видите, какая разница будет длина косой спинки. В общем, я сейчас плавно перейду на конструирование. Вы лучше приходите учиться. Вы не писаете какое-то счастье, когда ты не зависишь ни от каких ни журналов. Пока вы учиться будете, конечно, не сразу будет с первого раза все садиться. В общем, приходите учиться. Это просто счастье, когда вы умеете все сами делать, ни от кого не зависите. И когда вы понимаете, что происходит, а не паникуете, начинаете все туда-сюда перетягивать. Мексика. Привет, Мексика. Жалко, что мы не понимаем друг друга. Спасибо, не успела все посмотреть. Я постараюсь сохранить. Спасибо, что вы напомнили. Ну все, девчонки, прощаемся. Я сейчас пытаюсь все сохранить. В IGTV, наверное, выставлю все это. Надеюсь, что вам сегодня эфир был полезен. Пока. Завершить прямой эфир. Корректор А.Кулакова